В минувшие выходные в Сочи в шестой раз прошел Гран-при России, но главную новость для нашей страны выдала вовсе не Формула-1, а младшая Формула-3. 20-летний петербуржец, пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман стал чемпионом международной серии и оформил свой титул не где-нибудь, а на родине, на глазах у тысяч российских болельщиков. На финальный этап в Сочи Роберт приехал уже явным фаворитом, опережая ближайшего преследователя на 47 очков. Последний уикенд сезона Шварцман начал, выиграв квалификацию к первой гонке. Стартовав с полпозиции, Роберт боролся с соперниками, но проехал всю гонку аккуратно и финишировал вторым. В этот момент Шварцман уже был чемпионом, хотя впереди оставалась последняя гонка. Роберт стартовал с седьмым, но вновь пробился на подиум. Честно, я до сих пор еще до конца не осознал вообще происходящее вокруг меня. Просто все как-то вертится, крутится, и я в шоке. Болиды Формулы-3 Шварцман пилотирует уже второй сезон. Победа Роберт достиг за счет своего трудолюбия, за счет характера. Сейчас видно, насколько он растет в психологическом плане, насколько у него лучше работает природный дар, плюс знания. Я очень рад за него, я очень рад, что он постепенно набирает этот оборот. Итак, Формула-3 Шварцману покорилась. Что же будет дальше? Роберт Паретти в Формуле-2. А, то есть это уже официальная информация? Ну, я так думаю, другого не может быть варианта. Если вот он в следующий сезон себя проявит так же хорошо, как этот сезон, то у него прямая дорога будет дальше. Напомним, что в современной истории русский пилот выигрывал мировую серию лишь однажды в 2013 году, когда чемпионом GP3 стал Даниил Квят.